Четвертый том добротолюбия святого Федора Студита Наставление монахам, страница 380, глава 192, пункт 2. Пока мы состоим под греховным Египтом, да то ли неизбежно гонят нас и преследуют работные ему помыслы. Когда же призвать на терпение наше благие Бог знамениями и чудесами своего в нас присутствия? Тогда иными какими-то десяточисленными язвами изводит нас в землю бесстрастия, и мы во вседовольном радовании поем ему тогда победную песнь о своем освобождении. Но ведайте и то, что иное опять предается врагам его, если вознеродит и не удержится твердо в первом благонастроении господствовавшим в нем во время и после обращения. Чего-то не случится ни с кем из вас. Начало и производитель внутреннего доброго изменения и твердости в нем есть вселение страха Божия в сердца, от познания и созерцания дивных дел и судеб Божиих, именно того, как он из несущих все привел в бытие, и при том единым словом, как свет устроил, как простер небо, как свод, как собрал, как внех воды морские по-написанному, как разлил воздух для дыхания всего живущего, как солнце и луну, как два неких ока светлое со множеством разнообразных звезд установил на тверди небесные, как извел из земли всякое древо плодовое, всякую траву и цвет, как повелел из земли явиться всем зверям, а из моря всем рыбам и птицам, как собственными руками сотворил праотца нашего Адама и поместил его в раю сладости, как определил восходить и заходить в солнцу, отчего у нас день и ночь, какими измеряется течение жизни нашей, особенно от созерцания того, каково величие его и какова бездна премудрости его. Его единого добоимся, перед ним единым дотрепещем, но и возлюбим его за то, что ради нас соделался он человеком и во всем уподобился нам, кроме греха, за нас предан был и отведен в судилище, за нас потерпел заушение, оплевание, осмеяние, бичевание, наконец распятие и смерть. Все это потерпел он как человек, но и воскрес, как Бог, победив душегубцы дьявола и спасший свое любимое создание. Кто после этого, помышляя, что Бог был поругаем, не примет всякое поругание не только без смущения, но и с радостью. Кто, поминая, как поносимо оклеветаем был Господь, не серпит охотно всякое злословие, кто, видя Господу ударяемым в ланиту, не пожелает и сам с радостью потерпеть то же, и приняв удар в правую ланиту, не обратит для удара и левой, кто, мысленно представляя Бога распинаемым, копием прободаемым, желчи и уксусовкушающим, не будет держать себя готовым на всякую смерть. Ей, чадо мои, ей молю вас, распнем себя миру и страстям, если нужда будет надлежать, предадим себя и набиение, а если не то, перенесем кротко хоть раны, словами причиняемое прободение от нареканий и напраслень, и крови излияния от отсечения своих волей, и будем подобно Христу пострадавшими по человеколюбии его. Возбудитесь все к неленостному исполнению послужений своих, окрылитесь к молитвам, воспламеняясь в них огнем духа, с излиянием слез и состинаниями смирения. Познаем, чадо, что есть жизнь наша, кому служим во плоти этой, и к чему приводит тиран таинство разрешения нашего с телом. Содержа же это в уме, тщательны будем в исполнении заповедей Божиих и в содевании спасения своего неутомимы. Явим себя вроде и этом беспечным ревнителями богоугодной жизни, как в древние времена отцы наши, которые свели здесь, как лилия поливая и как рай Бога насажденный, орошаемый будучи водами духа, приносили плоды всяких добродетелей, друзьями господними и на овасе сподобились. Они угодили Богу, и чистыми пребывая в жизни, и высокими питаясь созерцаниями, стяжали небо, и мудро пользуясь пришествием своим на земле, с ангелами составили единый хор и с Богом соводворились. Кто ныне так шествует? Кто восходит на гору Господи, как написано? Кто, взяв крылья, как голубь, летит духом и почивает на горе совершенства? Кто таков, что воссеивает во днях его правда? Но мы, общим советом и общим взаимным увещанием, восприимем труд и не отстанем от них. Не допустим, чтобы и нас называли родом строптивым и приогорчевающим. Родом, который не управил сердце свое, но, напротив, родом правых, благословенным. Покажем в себе достойное воздаяние добродетели, пойдем святым путем отцов наших, по ступеням их будем шагать, стадии их течения измеривать и житие их исследовать, делам их соревновать и образы действования их подражать, хотя мало как бы и малоподобно, настолько, однако, сколько достаточно ученику являть опыты подражания учителю своему. Они живописцы богоподобного образа, художники-добродетелей. Мы же, хотя тень, их отобразим. Они странники, станем странниками и мы, отечество их небо. Да будет и нашим отечеством высший Иерусалим, стяжание их заповеди Господни. Тоже взыщем и мы, не связаны они были любовью к плоти и крови родственную, не услаждались сластями века сего. Того же пожелаем и мы. Они постарались и стали таковыми. Употребим труд, и мы сделаемся такими же, чтобы, как в древние времена, о том или другом разглашалось всюду по причине дивной их жизни и до нас дошло, возбуждая нас на то же. Так и наше имя стало известно по следующим родам для порождения благого соревнования. А этого что блаженнее и что утешительнее. Если хотите, никакого нет препятствия к тому. Тогда с ней Бог и ныне тот же есть. И Евангелие не устарело, и заповеди не изменились, и время не переделалось, промышлявший тогда и ныне печется о всех. Ночи, день, сение и жатва, не те же ли и ныне? Этот Бог наш неизменный и непреложный, всегда таков же, как от начала, так и ныне, хранит создание свое. Теми же лучами любви осеевая всех людей и не хотят смерти грешника вовеки. Не одинаковость же изменчивость имеет причиной наше произволение. То есть от нас зависит. И это как в добрую сторону, так и не в добрую. Потому что препятствует и нам ревностью к подражанию отцам, возревновав восприятия их подвиги и просиять их жизни. Что? Можно и нам, общежительно живущим, возблистать этим образом, если вместе с другими и мы яем жизнь нашу одинаковую с жизнью отцов. И будет это, если более всего понудим себя всяким хранением, блюсти свои сердца от малейшего уклонения от заповедей Господних. 194. Для доброй земли весьма полезно благовременное орошение дождем, способствуя ей принести обильные плоды, потребные для питания живых тварей. Тогда бы и наши недельные поучения из смиренных уст моих исходящие также были полезны для умножения и возвращения хранящих честные души ваши добродетели, как там дождь для произращения питательных плодов. Вы и в самом деле кажетесь мне похожими на рай, исполненный разнообразными произрастениями. Один услаждает меня смирением и послушанием, другой питает меня прилежанием к делам своим, тот облагоухавает благоговейным нравом, этот восхищает высокими добродетелями, как кипарис, горе в высоту поднимая ветви свои. Словом, каждый из вас отличается какой-либо добродетелью, производя и соответственные ей дела. Смотрите же, чадо! Никто не оставайся ничего не произращающим, не давай себе заглохнуть от жжения похоти, не будь и бесплодным от гордости, съедающей всякий плод. Возревнуем мы друг друга, согревая, единодушно устроим себе столб от земли до неба или стяжем в небо досягающую добродетель. Теперь дни святые, и вы освящаетесь, в пост и мало ястия, и вы очищаетесь, и в душах, и в телесах. Псалмопения, стройные и чтения, и вы, бывая теллирую благозвучную, ударяемые духом, собираетесь скоро на службы, и хор ангельский составляете, любовью объемляетесь, вон, извергая зависть, и единым желанием движетесь, всем совокупно записанными быть на небесах. Не воюя друг с другом и искренно мирствуя между собой, вы подражаете единомыслию бесплотных. Об одном у вас забота, и в одном боретесь с другими, чтобы наилучше исполнить повеленное. И есть потому сыны послушания, не стяжанием вещественного добра обогатитесь, все имея и ничего не имея, как владыки мира и царствия небесного наследники. Главное же то, что дела являет верность пророческого приговора. Вот что добро и что прекрасно, чтобы жить братьям вместе. Почему я называю вас и миром благовонным, сходящим на бороду Ааронову, и росой Ермонской, сходящей на горы Сионские? Видите, какими именами украшаетесь, и какими похвалами увенчиваетесь. Смотрите же, покажите, что не чужие имена носите, и жительствуете не недостойно похвал. И ныне получаете это от меня на словах, а тогда, в будущем веке, получите делом праведное воздаяние от праведного судьи и всесчедрого воздаятеля. 195. Оставив родителей, братьев, родных и весь мир, пришли вы сюда и соделались мне духовно чадами, преображая себя по Богу угодной жизни. Почему не следует уже называть и вам по имени того-то и того-то, родившего вас телесно, но по имени духовных отцов и правоцтав наших, показывая тем, что вы совсем отделились от естества и иное приняли рождение духовное по произволению. Потом здесь никто своей воли по своему мудрованию не имеет, но общее все мы едино мудрствуем, все единодушно к Богу устремляясь, и исполняется ныне и в нас повествуемое в деяниях, что народ веровал, и сердце, и душа была единая, и никто ничего из своего имения не называл своим, но все у них было общее. Понятно для нас, что слышите? Испытывайте же себя. Тверды ли вы и непоступны? Говорю это за тем, чтобы внушить, что вам и мысли не следует допускать об отступлении в чем-либо от порядков иноческих. Это вражеское нашептывание. Напомню вам еще одно. Если подвизается, кто не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. И монах не достигнет совершенства, и венца не получит, если будет поднимать подвиги не по установленным правилам. Вы знаете и слышали часто, как оглашаются братья, приемлющие схему. Смысл всего таков, что тут обет дается, и завет полагается между Богом и человеком алкать, жаждать, наготствовать, терпеть напрасленные поношения и оскорбления, а если потребуется, то и кровь пролить за Христа. Потому не чуждитесь, когда придется потерпеть что подобное, потому что подвергаетесь лишь тому, что терпеть обет дали. Разве детская шутка была то, что тогда говорилось? Да не будет. То священные слова, о котором Бог свидетель и избранные его ангелы. Напротив, встречая то, радоваться должны мы, что представился случай, исполнить частичку обещанного. Как для внешних красны похвалы удовольствия и довольства, так для нас желательно и радостно противное тому. Это и схема нам показывает. Они о мирском радуются, а мы о божеском. Они о плотском, а мы о духовном. Они о наслаждениях, а мы о воздержании. Что разделяет и отличает нас от них? Уже ли вы думаете, что черная ряса и длинная борода делают монахам? Никак. Но вот кто и есть настоящий монах. Тот, у кого со внешним видом согласуется внутреннее настроение и расположение. Так что можно говорить, я есть именно это и не изменяюсь. Ей-ей, прошу вас, так мудрствуйте и восприимите воздержание, безмолвие, стихословие, взаимно друг друга почитание, исповедание, трудолюбие и всякое другое похвальное качество. Таковые черты умножим себе и будет, что принесем добрые плоды. Всякий соревнуй брату в добром и подража ему без зависти. И живу я, говорит Господь, что прославляющих меня прославлю и уготовлю им место упокоения, страну живых, место селения дивно. Буде вам услышать это и увидеть свет мира и узреть солнце правды и насладиться неизреченную радостью его, ибо он весь есть сладость и желание. Помолимся же молитвою и ревность к ревности приложим, да достигнем дня того светлого на радость. Блажена душа, стяжавшая Господа, добрым житием своим и благоволительного благодетеля в нем возымевшая, ибо он примет ее в вечные обители. 196 Слово Божие проповедуемое, если войдет в душу трезвенствующую и бодренно заботящуюся о спасении, тотчас согревает ее и возбуждает к большему и совершеннейшему тщанию об исполнении заповедей. Если же войдет в душу, как у меня спящую, беспечно в зле пребывающую, то остается бесплодным, бездейственно в воздухе разливающимся. Почему, прошу вас, не смотрите на меня ничтожного, но на досточестность поучения церковного, потому что оно предлагает общеполезные напоминания не о чем-либо малом, но о главнейшем деле, деле нашего спасения. Как спастись нам? Как идти путем Божиим? Как избежать сетей вражьих? Как очистить себя от страстей? Как преуспеть в добродетелях, чтобы через то воспищи наверх совершенство? Какие и сколькие добрые дела должно сделать, чтобы улучшить Царствие Небесное? Такие, содержа предметы, поучение наше должно быть желательно для вас и чтимо вами. К тому же и так, относясь к нему, едва возможите вы как-нибудь найти в таких беседах наших искомые пользы и получить ее. Ибо есть супостат, противодействующий нам во всем и отвлекающий нас от должного, если не к добру прислушиваемся, к его худым внушениям. От этого бывает, что поползновенное, но не должное, естество наше не сохраняет поучение в одинаковом к ним расположении или дорожении ими, но, выслушав какое-либо назидательное сказание или размышление об исходе отсюда вратами смерти в другую жизнь, или о предстании на суд, или о выслушивании окончательного решения участий на вечные веки, как воздаяние за всю жизнь. Точек приходит сокрушение, воздыхает, плачет и стинает, а потом лишь пройдет немного времени, как опять все забыто. И оно вместо сокрушения является ожестелым, вместо пролития слез придается смеху, вместо стинания рассеивается, вращая лицом и очами туда и сюда. И остается только взывать с апостолом, окаянный я человек, кто избавит меня от тела смерти сия. О, не так, братья мои, не так, но и слушать будем, и сокрушаться, и устремляться на лучшее, и огонь к огню прилагая, воспламенять души своей любовью к Богу, и друг к другу, взаимно друг друга возбуждая и поощряя к послушанию, смирению, трудолюбию и ко всякому другому доброму деланию ангельского нашего жительства. Теперь мы только сеем и вследствие того трудимся, утомляемся и плачем, но спустя немного станем радоваться, потому что с радостью пожнем посеянное со слезами и старствовать и начнем владыки всяческих и Богу, если только усердно спостраждем в нашем самоотверженном послушничестве. Почему я не перестану взывать к вам? Будем подвязаться, пока есть время, потрудимся еще немного, потерпим сколько-сколько, немного, пока придет эта сну подобная жизнь. И я дерзаю уверить вас именем Бога, что вы увенчаны будете, вступите в хоры небожителей, и там начнете веселиться и радоваться в бесконечные веки. 197. Для воюющих во все время, как ведется война, никакого почти не бывает отдыха, кроме схваток с врагами больших и малых. Они то орудия приготовляют к делу, то сторожевые посты отбывают, то на разведке отправляются, а между тем мало спят, мало едят, всегда на готове, всегда под страхом внезапного нападения. Когда же по окончании войны воротятся во своясье, тогда только настанет для них время покоя, мира и радости. Тогда и награды им за воинские доблести и дары царские раздаются. То же самое и у нас видеть можно, ибо разве мы не состоим в постоянной войне и не держим воинских порядков? Я и говорю вам, и еще более, чем те, ибо у нас все особенно и оружие особенно не плоткие, но сильные Богом на разорение твердынь. И враг особый, падший дух, дьявол, которого воинство составляет все отпадшие вместе с ним и через него и с неба неизверженные силы. Итак, не время покоя и беззаботной беспечности настоящее время наше, но время борьбы надлежит потому нам оградить себя всеоружием мысленным и восприяв меч духовный вести бой. Когда потом пройдет определенное время борения более или менее успешного, тогда подвигоположник наш и Бог полагает конец брани и вызывает нас из здешнего странствия и пришельствия в истинное наше местопребывание и Отечество. Об этом закон, об этом пророки, апостолы и учители пишут и сия описывает. Известно вам теперь братья поприще, известна и брань. Будем же стоять мужественно и воевать доблестно. У нас со всеми неисправностями своими же война, со всеми неправостями, война с унынием, война с чревоугодием, война с многоспанием, война с похотью нечистой, война с празднословием, легкомыслием, смехом, продерзостью и со всякой другой нечистой страстью. Кто стоит не уступая, борется и противовоюет отражением непрестанной молитвы и откровением и, наконец, преодолевает врага и побеждает, тот, как борец Господень, удостоится неувидаемого венца славы Царствия Небесном. Прошу же вас, братья, с воинники духовные, не дадим хребта, не дадимся в обман, не будем знать утомления, не излагая сопротивных, не убоимся его бессильных пугалищ и страшилищ. Великое нечто и ужасное представляется, он иногда готовящимся сделать, но для внемлющих это воздушные призраки и тени. Не таковым ли оказался восставший некогда против Антония Великого, иногда как змей пресмыкающийся, иногда как лев или волк, или другое какое опасное животное. Оказался он перед этим мужественным юношей тьмой и прелестью и отброшен молитвами его далеко. Когда потому и против нас напустит враг что подобное, воздвигнет горы помыслов и стремнины страстей представит, не следует бояться. Но осиним себя знаменем животворящего креста в мирном устроении и он отбежит. В настоящее время, братья, терпение потреба, как сказано, будем же терпеть и подвязаться. Всякий из нас смотри, как и куда направлять шаги. Если делает, что он по моей смиренной заповеди или по уставу общежительному и при том со стечением своей воли благо ему, он вкушая не вкушает, пьяни пьет, пьяни спит, в мире находясь выше мира есть и в городе как в пустыне пребывает. Но об этом довольно. 198 Знаешь, что нам предлежит купля, цены не имеющие, наследие царствия небесного и жизни нескончаемой. Не будем не родить, не будем предавать сну лености, пока живы будем в веки этом. Ристалище открыто, стадии очищены и размерены, награда разложена и оцельщики на местах. Выступайте борцы для состязания. Старательный, рвение исполненный берет верх и венчается. А ленивый не только лишается венцов, но и душу свою бесценную губит и отходит из этой жизни ни с чем, отсылается в муку вечную. Не видите, разве не замечаете, как каждодневно то один то другой берутся отсюда и послужив в жизни этой отходят ко владыке своему. И старый млад, и царь, и раб, и архиерей, и иерей, и настоятели послушник. Кто искал здесь, обретает там, кто предпослал от сели сокровища, встречает их там, кто отрекся от всего здешнего, получает с избытком тамошнее. Вам дана благодать убежать от мира и уединиться с Богом. Вам предлежит близость к Богу и искреннейшее Ему служение в радости и веселье. Дело же ваше и ваш подвиг прибыть верными обету своему. Почему, в каком состоите вы чине и какую проходите добродетель, в тех и пребываете, не сдаваясь более и более, и души своей, в храмы притворяя души для владыки и всесарю Богу. Что Бог приемлет вас в вашем благонастроении, заключая из того, что вы такими же пребываете и переселившись из мест безмолвнейших между горами, в шумные и многолюдные, в царьград, из пустыни в город. И в самом деле добродетель, как жертву Богу приносящей, везде почитается, как золото, и слава от него и ради его восходит к Богу. Взошла она и оттели. Некоторые доброжелательно или недоброжелательно то же самое говорили. А вот увидим, сохранятся ли они в своем настроении. Но я надеюсь, что вы сохранитесь и удержитесь в нем. И среди города находясь, будете вести себя, как в пустыне. И среди городского шума хранить мир и безнетежие в душах ваших. И тут-то вам настоящее испытание, и вы воистину будете достойны удивления, если выдержите. Говорит негде святой богослов, что дивно, что зима морозит и солнце светит. Они делают это непроизвольно. так и в нас невелика похвала безмолвствовать в пустыне и воединение блюсти безмятежия. Но другое дело в городе жить, как воединение, и среди шумной толпы быть, как в пустыне. Благодарение Богу по молитвам Отца моего и Отца вашего, сохраняющим у вас неповрежденными и твердо пребывающими в своем чине. Ваша слава и похвала в вас самих. Поскольку это так есть, то постарайтесь, выходя по делам обители, исполнять их в благоговейном настроении, являя богобоязненность и в походке, и в держании себя, и во взоре, и в обхождении, и в разговоре, и во всем. Ей, чадо мои, ей прошу вас, не допустите, чтобы о вас сказали, что неодобрительное. Много очей смотрят на нас, много уз говорят о нас и против нас, да не скажут же, где бог их, где добродетель их, и кто там руководит их, как они бесстыдно держат себя, вращаясь туда и сюда очами, разливаясь смехом, будто блудница какая. Смотрите, не причините беды всему братству, побойтесь бога бессмертного, но всякое слово говорите так, как бы оно самим Господом слышимо было, и всякое дело делайте так, как бы совершали его перед очами его, на вас смотрящего. Таким образом и состояния ваше будет достаточно, и сами вы, как светило, будете среди царствующего града града 199. Страница 392. Четвертый том добротолюбия. Святого Феодора студита наставление монахам. Великое для монаха оружие воздержания, оно есть дверь ко всякой другой добродетели, но послушание стяжавший есть подражатель Христов, смиренно мудренный, ангелоподобен, открывающий все своему духовному вас учис, как солнце. Почему никто не скрытничает, чтобы не сделать себя неисцелимым? Ищите же полезного и такого, что располагало бы вас к смирению. Противного же сему ничего не допускайте. Знаете, где мы и куда немного спустя переселимся и тем, чем будем по разлучению с телом. Потому будем внимать и трезвенствовать. Ум наш всегда к Богу даст ходит и созерцает там благо вечное и блаженное наслаждение ими удостоенных того, равно как горькость участи попавших в ад, где страшные и безмерные муки. Жил Господь и благословен Бог, что мы не раскаемся, приняв святую схиму сию, оплевав все мирское и как мечом все отсекшее плотское, ибо если пребудем в добром подвиге нашем, то будем торжествовать и веселиться вечные веки. Подвиг этот пост, бдение, мужественная готовность на все, что требуется аскетической жизнью. Прибавлю к этому благодушное терпение всех прискорбностей и напраслен, поношение, заушение, изгнание и предание любви ради Божией. Подвязайтесь все большие и малые новые и старые все теките добре, все всегда с готовностью спешите на бдение, на послушание и работы. Доизны будут от вас леность, гнев, задорность, зависть, противоречие, подозрительность и все другие страсти. Преуспевайте же более во взаимной друг другу любви, духом горя, Господу работайте, упованием радуясь, скорби терпя, в молитве пребывая. 200 стр. 393 Благодарю вас, чадо, что по теплейшей любви к Богу день ото дня преуспеваете вы в угождении Господу, непрестанно благоговеенствуя, благожелательствуя, подвизаясь, воздерживаясь, довольствуясь тем, что дается хлебом в меру и малости вина, между тем, не отставая от других в подятии труда по работе, в неоставлении правила, в скорейшем пробуждении и приходе в собрание в терпеливом стоянии до конца службы, являя кротость, незлобие, безропотность, ибо ропщик ли кто, грех ему есть. Таковы подвиги, проводящих послушническую жизнь в отсечении своей воли. В их мученичестве вместо огня котлов смолой, стрел, когтей, мечей и крестов служат выше названные подвиги еще следующие поношение, бесчестие, сухоедение, измождение плоти через воздержание, нуждение себя, терпение скудости во всем, в одежде, в обуви, в крови и во всем прочем потребном для жизни.